Чё про инструкции? Неоднократно я попадался на подобные ролики, где люди не выдавали, направляя свой правильный гнев на стримершек, светящихся... Подожди, походу тогда придётся использовать расширение. ...окораками на этой замечательной платформе. Тонкое нефть, сквозь его чувство так называемого ресентимента. Если ты упиваешься ненавистью к этим особым и желаешь их изгнания с этой платформы... Накажите этих муразей! БЛЯТЬ, СУКА! Ну не настолько ж громко! Ну этот ролик явно для тебя. И это был первый тест. Если у тебя начало гореть жопа, тебе точно стоит посмотреть этот ролик. А я в свою очередь хочу вам показать, почему это хуже... Я капец, чувак молодец, видео рядом потеет. Мне похуй, что он скажет ролик, я уже лайк ставлю ему и советую, что подписаться на него, просто потому что чувак реально старается для тысячи подписчиков. Прям красава. Прям, ну, развивайся дальше, всё будет хорошо, 100%. Кама, как определить в себе скипа? И в конце покажу вам тирлист адекватных стримерш. Если ты будешь в контексте хотя бы половины услышанного в этом ролике, это явный знак, что с твоей жизнью что-то не так. А я начну со... Чувак прям молодец. ...вот отношения к этому явлению. Лично я разделяю их на три вида. Первый это ярость и злоба на стримерш. Самая бесполезная реакция. Растрачивание энергии на бесплодный гнев. От твоего возмущения ничего не изменится, так как это просто существует. И тейк про то, что если бы их не было, то вот настоящие стримеры бы получили больше просмотров на нормальный контент. Эй, нет, нихуя. Да не, это бы нихуя не работало. Не было бы вот этих шлюх и стримерш, было бы то же самое, ровно то же самое. Он бы просто пошёл в другое место и получил пожелаемое там. Твич просто увеличивает охваты. Наверное, самый... Бля, самое забавное, что сейчас же Твич в последнее время действительно пытается что-то сделать с шлюх и стримершами. Они даже сделали специальное ограничение для таких стримов. Что у тебя там постоянно будет сексуализированный контент, иконка и всё в этом духе. Что ты там не будешь в алгоритмах выпадать людям. И короче, там человек, ну главный директор Твича, вот этот бородатый, похожий на чувака из Теледва, сидит, получается, листает эту ленту и там просто шлюх и стримерши вылезают. Ля, это было очень смешно. ...способной аудитории. Это будет существовать до момента, пока это выгодно Твичу. Второе. Равнодушие. Самое нормальное отношение. Ну, думаю, пояснять не стоит. Лично я считаю, пусть стримерши там хоть в человеческую многоножку собираются в бассейнах или строят в Китае заводы по продаже своих трусов. Третье. Самые убогие. Это просмотр с причмокиванием и салфетками на столе. Самое убогое отношение. Но есть греховные ништяки, дающие мнимое удовольствие и анестезию от бренности бытия. Я, чувак, кстати, красава реально по монтажу. Единственное, что бы я сделал, наверное, немножко с тенями поработал. Потому что иногда все сливается. Давайте по-честному. Вот зачем парню смотреть на какую-то деваху в интернете? Так как красава. Контент. Отдых. Давайте вот без этой херни. Я со всей ответственностью заявляю, что 99% там из-за пусечки. Я не могу представить по полному серьезе, что половозрелому лбу может быть интересен исключительно контент. Вайфу или что-то там еще, что дает им стримерша. Тут уже, конечно, вопрос в процентовке желания пусечки и контента. Но чаще всего желание пусечки находится где-то на 90% у каждого чатерса. Поэтому я создал опросник, который поможет выявить этот процент. Вот вам 4 вопроса. Ответьте на них максимально честно. Так, хорошо. Количество подписок на фолловер на стримерш. Так. А прям посчитать точно надо, да? Морфи. Кейла. Дэдпи. Неля. 4 стримерши. Так, сколько знаешь ников стримерш? Ну дохуя, я просто стример, я поэтому очень много знаю. Среднее время просмотра, ну мало, кстати. Я почти никогда не смотрю никого, кроме Нелли и стримерш. Общая сумма донатов, ну, 0. Какой опросник, дружище? Все. Ты был на стриме у женщины, это приговор. Так, есть. Блять. Сука, я реально пытался ответить нормально. Если ты смог потушить свой пердак и продолжить просмотр, я тебя поздравляю, с тобой еще не все потеряно. Есть такой тейк, что У моей любимой стримерши есть парень, я об этом знаю, значит это не считается. Ну да, дружище, ты прав, ведь ты как раз. Ведь они брали обед безбрачия, выбирали даму, которую будут защищать. Ничего не напоминает тебе это. Вот тебе тогда еще один вопрос со звездочкой, ну тут уже без подвоха. Если бы ты узнал про слив с ней и ее парнем, ты бы не пошел с трясущимися ручонками шерстить телеграм-каналы за... Нееет, нет, 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 нет. Но это у меня есть друзья, которые мне скинут сразу слив, поэтому я такой хуйня не занимаюсь. У меня есть друзья, которые занимаются этим. Конечно нет. Ну фулл? Нет? Нет? Ну реально красава, уважение. Спасибо. Я не знаю, конечно, как ты там интернет в рай провел, но респект. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Если серьезно, то, конечно же, почти что 90%, 95%, 99% пошли бы гуглить этот фулл и смотреть. Нет, я бы не стал. У меня друзей для этого. Тут я приведу два основных тезиса, почему твич проституция хуже вебкама. Штука в том, что здесь очень много связано с дофамином. Да-да-да, тут всех уже заколебавший дофамин лезучий. А пока с обычным вебкамом разве нет? И со всех щелей. Мой тейк в том, что стримерша выглядит как лутбокс или казик в сравнении с вебкамом. Да-да, кстати, еба... Ну да. В вебкаме есть определенный прайс, за который ты получаешь то, что выставлено на продажу. И трепет от того, кто же ты там увидишь за ее панталонами персик или щавель, не такой большой, если бы ты это случайно увидел на твиче. На твиче же это элемент игры. Как ящик пандоры, ты не знаешь, в какой момент это может случиться. И случится ли вовсе. И у тебя нет кнопки за токены, гарантирующие тебе получение порции непотребного контента для твоих грязных делишен. Часть аудитории осознанно или даже не описывая, это логически ждет, пока она засветит каточку или папочку. Или даже то, после чего она словит бан. Если бы это описывал поднебесные, это бы, наверное, звучало примерно как вагина лутбокс. Сука, блядь. Киньте какой-то джекпот и фонтан дофаминчика. Залутать микропейк. Вагина лутбокс. Тут же еще присутствует элемент. Вагина кейса. Мент недоступности и эксклюзивности такого контента. Если у стримерши нет онлика и... Руди Саюки? Тааак. У кого-то, походу, здесь будет конфликт с Фалентесом. Или бусте с пищей попой. То это вообще платина. Та же Амарант, это белая шва... А, ну все, 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 я понял, понял. Мотка и какая-нибудь ламповая няша или льдушка, изредка поднимающая упавшая ручку, это уже легендарка, у которой шанс дропа кратно ниже. Вот они, настоящие пуси-хантеры. В общем, цена стримерши пропорц... Бля, интересно, а есть реально такие чуваки, которые просто ждут такого хуйня у стримерш? Такой хуйня у стримерш? Ну это же какая-то дурка, нет? Прикиньте, приходишь на стрим не ради контента, а ради того, чтобы когда-то она что-то, блядь, случайно засветила. Это же пиздец дурка. ...национально той недоступности, которую она предоставляет. Больше недоступности, больше дофаминчика. Не, причем понятное дело, что она разгоняет шутку, но 100% такие челы есть, 100%. ...от предвкушения получения заветного пикселя. Это как экспонат, который крутится на подиуме за стеклянными стенами. Ты от него в полуметре вроде бы недостижимо, но очень близко. Да блядь! ...прямо у тебя перед лицом. А это кто такой хуёй занимается? Это что? Зачем? Зачем? Зачем ты камер? Ты вообще, ты подумала, что скажет твой брат? ...только протянуть руку и убрать этот заслон. А донатами некоторых можно спровоцировать, приблизить этот заветный момент. Вопрос. Сейчас или вообще? Показал бы жопу за большие деньги на твой выбор. П.С. Многие согласились бы. Ну, я, кстати, странная хрень у папича. Он, в принципе, согласен рекламировать казино, но не согласен показать жопу. Хотя, как будто бы... В чём проблема? Я нет. Да, да, и согласен, он такой хуйню знает. Типа, высыпи себе соль. Как ты будешь, типа, соломку на язык? Вот нефильтрованные мысли дефолтной вебкамщицы, явно недовольны своей положением. Вот, послушайте. А ты сюда дрочить пришёл. Как там было? Подожди. Папа Пиззи, привет. Что ты будешь испытывать, если закроешь глаза и будешь соломки соль себе на язык сыпать? Он такой... Бля, я пиздец долобаю. Ну, искать. Понимаешь? Вы здесь нахуй никому не нужны. Из вас мужья, блядь, просто вот плюнуть и растереть. Из вас, блядь, заводчанины, рабочие сраные, обслуживающий персонал. Вот кто из вас получится. Но никак не мужья. Блядь, сука нахуй, блядь! Мужья они не сидят на эротическом сайте. Они деньги зарабатывают. Любой ценой, но бесплатно. Они не проводят свою молодость на эротическом сайте. Они занимаются жизнью своей. Устраивают свою личную жизнь, зарабатывают деньги. Ля, Жакфреска деливезе продают. Ни одной нет порядочной, которая бесплатно дала секс в обмен на секс. Ради человеколюбия. Какая, блядь, критика? Ты, клоп, блядь, вонючий. Я здесь королева, блядь. А ты знаешь кто? Таракан. Блядь! Никчёмный. Пошёл нахуй. Всё это относится и к сисько-стримершам на Твиче. Но на тех сайтах ты хотя бы получаешь желаемое за определённый прайс. На Твиче же о тебе многие могут думать так же. Только сильнее сдерживать свои позывы выпустить своего внутреннего демона. И высказать всё это. Но подводная лодка стоит 5 долларов. Максимум, в какой бы валюте вы ни были, это может быть... Блядь, ебало знакомые. Это случаем не та, которая пизделала на свою аудиторию, что они нищие. 10 долларов. И не имеет значения, насколько вы разорены. Если у вас есть время посмотреть Твич, у вас действительно есть 10 долларов. Видите, на Твиче четкое другое... Если вы нашли время смотреть Твич, значит у вас есть деньги. Значит вы должны их дать мне, ебать. Я стараюсь для вас. Дайте мне бабок, деньги, деньги, деньги. Взаимодействие. И такие слова могут заставить засохнуть маленького Джонни, смотрящих их зрителей. И он больше никогда не пробудится от такой психологической травмы. А за этим стремительно счётчик онлайна и донатов пойдёт вниз. То, что я сказала, было невежливо, бесчувственно и глупо. На вебкаме дамаг от таких мулов кратно ниже, так как там более деловое сотрудничество, если вы понимаете о чём я. Ладно, ещё первая категория, которые хотят удовлетворить свои низменные потребности. Самое жёсткое это те типы, которые лелеят надежду встретиться с ними в реале. Для этого они сидят у неё годами на стриме и ждут момента, когда на небе сойдутся звёзды. И вселенная подарит ему возможность с ней встретиться. Каким-то невероятным образом. Как в романтических... Блядь. Просто перед их... И в фильмах, или и в аниме. Она вообще придёт к тебе домой и скажет. Да, ты тот самый, кого я искала. Ты всегда был рядом, а я этого просто не замечала. А на деле они в киберфрендзоне. Они, наверное, даже это осознают. У ней в голове есть воображаемая шкала приближения к этой заветной мечте, которая фармится разными методами. Донат, слова поддержки, модерация, время того, как долго подписан. В общем, любое проявление заботы, принесение пользы и нахождение в фокусе её внимания в виде полезного юника. Объяснять этот абсурд я даже не буду. Я думаю, тут и так уже всё понятно. Да, да, ещё ясно. Я думал, может быть, побольше тезисов накидать, но это основополагающие, базовые, из которых вытекают другие. Самое забавное, что некоторые говорят, что, ну нет, дело не в этом. Дело в том, что она просто очень интересный стример. Я люблю её просто за то, что она рассказывает очень интересные истории. Она круто шутит, она прикольная. Только из-за этого, только из-за этого. Много стыдно, что я, в принципе, об этом осведомлён. Но я должен был сделать это, чтобы отдать свой моральный долг в передаче таких срамных знаний в массы, дабы вселенский баланс пришёл в норму. А и напоследок, как я и обещал, я дам небольшой топ-стример. Скажу честно, я смотрел стрим... Так, на кого ты подписан? Так, не подписан на Братишкина, не подписан на Фреймтеймера, не подписан на Диану, не подписан на Люксери Гёрл, не подписан на Глокамоле. Стримерш только из рекомендаций. А на более-менее по стоянке смотрел только одну и изредка... Адекватный человек, кстати, сразу видно по нему. ...других. И как эталон порядочной стримерши, я приведу в пример Дину Блин. Она проводит кучу разных шоу, смотрит фильмы, аниме, делает подкасты, играет в покер, игры и так далее. Максимально разнообразный контент с крайне малой сексуализацией. Чаще... Короче, чат, мы сегодня собрались у Юленьки, чтобы сыграть в ЯНИКОГДА НЕ. Ну и скучно. Жарковато тут, говорит первый. А ты ебало-то завали. Короче, ладно, вы поняли, к чему я говорю. Просто я ебаные клипы не найду никогда. Я послалил сексу. Скажем так, в двух словах, на таких стримах иногда поднимаются очень интересные темы. Даже не то, что иногда. По сути, для этого это и делается. Так что... Мимо вообще, братан. Вообще мимо, блядь. Просто это по-другому работает, понимаешь? Ну и, чтоб трафика немного поднять. Ну, бывает, чё. Угости меня, спец. А, ну всё, он... А, блядь, он даже и сказал, нахуй. Помоги. Такой насыщенный вкус чат. Бля, нахуй, я выебывался, если он то же самое говорит. Вторая категория это фасолька, что-то промежуточное. Сексуализация присутствует, но не стоит во главе угла. Хотя, думаю, половина чата там заскуфившиеся PDF-файлы. Третья категория это порочный котёл со стримершами, монетизирующие похабные слабости мужчин. Мира, Амарант, Хуянт, тут объяснять, конечно, ничего не надо. Их страницы чисто витрины для продажи Омлика. Это видео... Да, у Мира вообще пиздец. Я, короче, заходил к ней недавно. Но мне для видоса надо было. Я просто захожу в клипы популярные. У неё, короче, клипы самые популярные. Там, там, короче, чуваки, там, там она вообще ничего не говорит. ...на щитхов, которая соблазняет вас, склонится на тёмную сторону силы. Это был мой поверхностный взгляд, так как я никогда сильно не залипал по стримершам. Но, думаю, суть не знаю. Всё, можно вот, короче, удалять. А, после этого ролика я планирую сделать обзор на сам Твич, как платформу. И потрогать не только женщин, но и мужчин. Ведь Твич это копиум для народа, монетизирующий одиночество. Ой. Теперь грустно чё-то стало. Теперь стало грустно. Но ничего, я нашёл канал, куда можно зайти и посмотреть клипы популярные. Буду улыбаться без причин, буду отжигать, пока хватит сил. Петь о том, что он был младым. Ты не поймёшь, почему, почему ты не...